Всем привет, с вами Клеопатра. Сегодня в ролике мы посмотрим на актуальные миксы для атак на КВ в ЛВК на 8, 9 и 10 Туанхоле, ведь вы давно просили меня сделать такой ролик. Увидим разные тактики и разберем ключевые моменты в них, чтобы ваши атаки всегда заканчивались на 3 звезды. Кстати, под прошлым выпуском вы смогли собрать более 1300 лайков, за что вам огромное спасибо. Я уверена, что и в этом выпуске мы сможем собрать столько же, ведь лайки это самая важная благодарность для ютубера за его работ над контентом. Настолько же важны, как подписка и колокольчик, ведь без подписки меня смотрят 57% зрителей. Так что если ты один из них, не забудь исправить эту досадную ситуацию. Также не забывай, что у нас есть группа ВКонтакте с расписанием стримов, которые выходят 4 раза в неделю в 19 по Москве, а также мой инстаграм, где ты сможешь увидеть сториз из моей жизни, свежие фоточки, а также поучаствовать в новых розыгрышах. Ну а теперь усаживайся поудобнее, ведь мы начинаем. Приятного просмотра! На моем канале достаточно большое количество контента, который посвящен топовым таунхоллам, имея в виду 13-ю ратушу. Поскольку у меня у самой FullDH13, поэтому и многие ролики связаны с ним. Однако сегодня ребята из клана 11-го уровня Герменщик, мои зрители любезно согласились мне помочь продемонстрировать различные миксы для атак на 8-х, 9-х и 10-х таунхоллах. Кстати, сейчас в этом клане проходит набор для игроков, начиная от 10-го таунхолла, с приоритетом на клановые войны и ЛВК. Ребята относятся к ним очень серьезно, играют только живыми героями, атакуют по распоряжению руководства. Однако, несмотря на строгую дисциплину, они очень общительные, дружелюбные и многие смотрят мой канал. С клановыми войнами также никаких проблем нет, поэтому сейчас как раз на примере атак из клана Герменщик мы с вами и посмотрим, что можно делать, будучи 8-м, 9-м, 10-м таунхоллом на текущий момент на КВ. И начнем мы вот с такой базы на ТХ-8. База достаточно распространенная, но является весьма проблематичной, сложной. Если вы такую базу видите впервые, то велик шанс того, что вы на ней не отыграете хорошо. Итак, давайте определим ключевые моменты. Это клановая крепость, которая находится в центре, 3 башни мага раскиданы по сторонам и бомбежка с королем с правой стороны. У нас с вами микс в составе голема и валькирии, и наша самая первая задача это расчистить линию для того, чтобы вальки пошли строго в центр к ратуши. Наш голем сейчас направляется к пушке, либо же к башне лучницы, в зависимости от того, с какой стороны вы выпускаете. И вальки вместе с магами потихонечку помогают подчищать всю линию. И только после того, как вы убедились, что вальки никуда не уйдут и после зачистки шахты пойдут на домики строителей, только после этого можно выпускать основную массу вместе с героями и клановой крепостью. Следующий важный момент это убийство клановой крепости. Так мало того, что из КК вылетает дракон, так еще около ратуши вылезают две теслы и скелетики. Поэтому сразу же кидаем хил для того, чтобы наши вальки не умерли под сплэшем от дракона. Сразу же кидаем туда яд и можно еще фриз, если вы хотите, чтобы войска подольше как раз находились в зоне яда. Опять-таки, с учетом, что это большой дракон, а у нас не очень много магов, чтобы подкинуть их в спину, это достаточно хороший вариант, хотя заморозка не особо популярна на восьмом тоунхоле. Но именно в такой интерпретации, мне кажется, она действительно отлично вписывается. Ну а далее остается уже дело за малым, просто зачистить остатки карты. Здесь, конечно, может понадобиться большее количество времени, чем вы рассчитывали, потому что валькирии могут сойтись в одну компанию и бегать от одного здания к другому, вместо того, чтобы просредоточиться по карте. Поэтому, если вы берете миксы с вальками, то обязательно учитывайте момент времени, чтобы вы успели уложиться в три минуты. Если вы видите, что вы по каким-то причинам не укладываетесь на подобных расстановках, вы можете вместо нескольких валькирий взять чуть-чуть хогов и выпустить их уже в самом конце, когда у вас все строения дефа будут отвлечены на основную армию, и вы как бы из-за спины выпускаете хогов, которые убивают остатки дефа и таким образом укорачивают вам время сноса, потому что для хогов не нужно открытие забора, они и сами через него перескочат. Но в целом такой микс достаточно живучий, и редко бывает, что при грамотной стратегии он приносит плохие результаты. Следующий атака у нас будет уже на девятый Тонхол, и здесь тоже достаточно интересная расстановка, поскольку в центре находятся арпалеты, клановая крепость, два героя, а вот башни магов и многие лучницы вынесены за забор. У нас также валькирия специально взяла две похожие армии на восьмом и девятом Тонхоле, чтобы сравнить их поведение на разных ратушах. И первое, что нам нужно понять, что карта здесь очень такая раскиданная планировка, то есть нужно опять-таки уделить внимание моменту времени, чтобы вы успели полностью ее зачистить. Поэтому начинаем атаку с верхнего уголка. Пока башня мага не достает до наших магов, мы можем спокойно все почистить. Далее подсаживаем голема, башня мага на него сагривается, и мы опять-таки с помощью линии магов расчищаем левую сторону. С правой стороны мы выпускаем короля вместе с буквально парочкой валькирий, и опять же наша задача это расчистка полукруга, это самое важное при атаке вальками. Только после того, как мы поняли, что полукруг расчищен, можно запускать бомберов, они открывают забор, и далее валички направляются в центр. Опять-таки есть несколько вариантов, кто-то использует джампы, но я считаю, что джамп для валькирии это в принципе бесполезная трата заклинаний, потому что вальки и так достаточно быстро разбирают любой забор. Куда лучше, на мой взгляд, взять либо рейдж для их усиления, либо же использовать максимальное количество хилов, для того, чтобы валькирии жили как можно дольше. Все опять-таки зависит от расстановки и от того, чем именно вам комфортнее играть. Я рекомендую в дружеских испытаниях вместе с вашими сокланами попробовать вариант с рейджем, попробовать вариант с хилом, и посмотреть, что вам больше нравится. Я больше приверженница использования рейджа, потому что мне нравятся мощные и быстрые атаки. Но есть опять-таки вариант, как показан сейчас на экране, когда с помощью хила вы постоянно продлеваете здоровье валькирии, и они таким образом становятся практически бессмертными. Но и под конец даже остаются на зачистку, поэтому здесь тоже не имеет смысла брать особо много каких-то дополнительных юнитов, поскольку в идеале вальки ваши должны сохраниться, хотя бы штучки 3-4, и помочь уже все дозачистить. Следующая атака будет уже на 10-й туунхолл, начальной прокачки, и мы с вами плавно переносимся с земли на воздух, поскольку здесь очень хорошо подобрана стратегия для подобной расстановки. База здесь симметричная, выстроена по форме типа цветочка, наверное, что-то подобное. 4 ПВОшки по квадрату расположены, и в центре находится инферно вместе с чистильщиками, которые стоят достаточно неприятно. Однако что мы делаем? Обратите внимание на начало атаки. Изначально мы подсаживаем шарик, чтобы сконцентрировать внимание лучницы и башни мага именно на нем, после чего запускаем дирижабль, и сейчас с помощью вот такого предзахода мы должны убрать приблизительно радиус тех строений, которые я сейчас выделила на карте. Однако предзаход получился настолько удачным, что с помощью клонирующего заклинания мы смогли разнести не только правую часть, но захватить еще целый кусок центра. Поэтому одним предзаходом удалось разобраться практически с половиной дефа. Далее нам нужно направить наших гонщик, направляем шарики в линию, гонщик летит на нижнюю ПВОшку, и можно подкинуть немножко спешных заклинаний для того, чтобы шары поскорее добрались до места назначения. Аналогично мы проделываем с левой стороны. Опять же, можно взять, допустим, мороз, если вас очень беспокоит мульти инферно, но конкретно в этой ситуации, наоборот, даже получилось так, что из-за очень сильного и мощного предзахода лавы до конца не распались. И это, на самом деле, не очень хороший признак, потому что это говорит о том, что атака была выполнена слишком мощной армией для этой базы. И, опять же, если лавы не распадаются, это плохо с той точки зрения, что вы можете не уложиться по времени, потому что лавы в состоянии щенков куда гораздо более эффективны для зачистки, чем когда они просто летают вот цельной лавой. Так что рассчитывайте свои силы, продумывайте, насколько у вас будет сильный предзаход, и, возможно, конкретно в этом случае я бы посоветовала взять на одну лаву меньше. Но, опять-таки, я думаю, что автор атаки просто не предполагал, насколько у него мощный получится предзаход, и самое главное, что по времени все-таки успел уложиться. А следующая атака будет уже на куда более прокачанную базу, и расстановка здесь тоже посложнее. Однако в составе использован привычный микс, начиная с восьмого тоунхола, который мы постоянно используем. Это Гоу Хо. Да-да, на десятом тоунхолле он тоже имеет место жить, и атаки с ним получают достаточно качественные, и, что самое главное, не сложные, поскольку этим миксом вы начинаете обладевать, будучи уже восьмым тоунхолом. Итак, что нам с вами нужно сделать? У нас таран едет в сторону ратуши, то есть насквозь, через всю карту, и самое главное — это расчистить угол, потому что если мы этого не сделаем, то основная армия пойдет в какую-то сторону. А нам нужно, чтобы она дошла ровно до королевы и разобралась там с клановой крепостью. Поэтому на две мортиры мы выпускаем големов, далее в уголочек подсаживаем магов, которые расчищают как раз правый угол, и после этого уже можно спокойно высаживать героев, они сто процентов пойдут на вражескую королеву, а далее подтянутся к клановой крепости. То есть вот эта задача подчистки, как правило, во всех миксах является ключевой. Если у вас хорошая подчистка, то и дальше атака пойдет как по маслу. А если на стадии подчистки у вас что-то пошло не так, то, скорее всего, атака будет сливаться. После того, как мы собрались в центр, необходимо ликвидировать войска из клановой крепости и прорваться дальше. А вот с какого фланга начинать запуск хогов зависит только от вас, поскольку расстановка симметричная. Здесь автор атаки решил пойти с нижней стороны, и опять-таки нужно понимать, как именно пойдут хоги. А будут двигаться они строго по тем строениям, которые я указала, как бы снизу вверх, начиная от нижнего угла и заканчивая ратушей. А дальше пойдут в угол на 12 часов. Здесь, естественно, нужно брать ахиллы и кидать их в те моменты, когда самый максимальный урон. Где это может быть? Это может быть около мультиинферно, это может быть около тесел, и это может быть около башен магов или бомбежек, потому что именно в этих местах, как правило, и ставят гигантские бомбы, что дает еще дополнительный урон. Так что примерно ориентируйтесь, куда, в какие места вы будете кидать хилы, но никогда не забывайте, что вы можете рандомно где-то что-то словить, и тогда вашим хогам нужна будет экстренная помощь, поэтому всегда оставляйте один хил на внезапной ситуации. И самое главное, не забывайте, что эффектные красивые атаки достигаются только путем постоянных тренировок. Поэтому не забывайте тренироваться не только в глобале, но еще на дружеских испытаниях, прежде чем использовать какой-то новый микс для атаки в КВ. Но я же благодарю клан 11 уровня Герменчик за представление красивых атак. Тег клана оставляю в описании, если вы находитесь в поиске клана, то обязательно к нему присмотритесь. И прежде чем подвести итоги розыгрыша, хочу поблагодарить спонсоров канала Red Lion, Dark Angel и Диму Корнюхина за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А прошлый мем, похоже, действительно оказался сложноватым, так как, напоминаю, там нужно было написать не один комментарий, а составить цельную историю, которая имела бы смысл в рамках вселенной Clash of Clans. К сожалению, я пока что не нашла комментарий, которые хотела бы видеть в победителях, поэтому продлеваю розыгрыш. Так что обязательно пишите свои комментарии, ведь у каждого есть шанс получить от меня денежный приз абсолютно бесплатно. Ну а если ролик вам понравился, то не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и, конечно, ставить лайк на это видео. Ну а я желаю вам удачи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok